Новый антирекорд. За последние сутки в Беларуси выявлены 3634 случая COVID-19. И это на 1716 больше, чем было на сутки раньше. В Лидии-Лицком районе также наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями, что повлекло увеличение нагрузки на медработников. У специалистов амбулаторно-поликлинической службы количество пациентов и вызовов к больным на дом увеличилось в разы по сравнению с прошлой неделей. Ощутили рост заболеваемости и работники станции скорой медицинской помощи. В среднем за сутки сейчас им поступает порядка 140 звонков. Из них четверть приходится на вызовы к пациентам с ОРВИ и COVID-19. За последнюю неделю, в сравнении с предыдущей неделей, общее количество вызовов скорой помощи не особо увеличилось. Но в разрезе всех вызовов, если анализировать по процентам, то, конечно же, наблюдается подъем вызовов по поводу острые респираторные вирусы инфекции. Как правило, пациенты вызывают скорую помощь, когда у них высокая температура тела, 39 и выше, и они не справляются приемом жароподвижающей, содержать эту температуру тела. Поэтому приходится обращаться к медицинской помощи, к нашим сотрудникам. Чтобы избежать обращения часто во скорую помощь, конечно же, я рекомендую своевременно обратиться к лечащему врачу. Если температура тела до 38, конечно же, надо обратиться в поликлинику так называемой «красной зоны». Там вас осмотрит участковый терапевт и назначит адекватное лечение. При соблюдении всего лечения, всех рекомендаций, которые назначает терапевт, как правило, заболевание протекает легко и недолго. В течение 3-5, ну, 7 дней пациенты выздоравливают. Но если же организм ослаблен, если у вас какие-то серьезные хронические заболевания, конечно, вирусная инфекция протекается осложнениями. Поэтому при необходимости, то есть, повторяю, когда температура 39,5, и вы не справляете жаропонижающим, вызывайте скорую помощь, и медицинский работник окажет вам экстренную медицинскую помощь и примет решение о необходимости, если это надо, госпитализации. Продолжение следует...